27 лет посвятила соцзащите. Людмила Алиева устроилась медсестрой в Ундоровский социально-реабилитационный центр в 1994 году. Основной контингент здравницы – люди пожилого возраста. Медицинская сестра признается, что ни разу не думала изменить профессии. Ведь кто, если не она, будет поддерживать здоровье пациентов и поднимать им самооценку? Очень много приходится общаться с людьми, очень много познаешь для себя. Узнаешь людей, помогаешь им, поднимаешь их немножко как бы самооценку за счет того, что помогаешь выздоравливать, забывают они о своих заболеваниях. За многолетний труд и заслуги в социально-трудовой сфере Людмиле Алиевой вручили почетную грамоту. Награду медсестра и еще несколько отличников отрасли получили из рук губернатора Алексея Русских во время расширенного заседания коллегии профильного министерства. На совещании подвели итоги работы сферы. В своей приветственной речи глава региона упомянул важность социального кодекса. Документ, который объединит все соцвыплаты области, сейчас находится в разработке. Его планируют обнародовать к июлю. Кодекс, по мнению экспертов, поможет решить сразу несколько задач. Во-первых, объединим разрозненные меры поддержки нуждающимся, устраним дублирование некоторых из них, тем самым повысим их эффективность. Во-вторых, выстроим понятную систему поддержки на протяжении всего жизненного цикла человека. Алексей Русских также попросил проанализировать эффективность социальных контрактов. В прошлом году меру поддержки, нацеленную на борьбу с бедностью, получили лишь 70% от годового планового показателя. В 2022 году соцконтракт должны заключить почти 4,5 тысячи жителей. На это выделили 442 миллиона рублей. При реализации государственной политики перед нами стояли ответственные и сложные задачи. По государственной поддержке почти 400 тысяч человек, а это почти одна треть населения нашего региона. В целом, на реализацию государственной политики, как уже было сказано, было выделено 17 миллиардов рублей. Кроме того, с 1 февраля все меры государственной поддержки проиндексированы на 4,1%. Сейчас в регионе реализуются 39 областных и федеральных мер соцподдержки для семей с детьми. А для поддержки старшего поколения продолжает работать центр долголетия. В Леновской области сегодня их 240. Центры систематически посещают 18 тысяч пенсионеров. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.